Дамы и господа, здравствуйте, меня зовут Рик, и мы продолжаем играть в League of Legends. На этот раз нормал, драфт пик, давайте посмотрим на нашу команду. Итак, у нас Fiddlestick Support, о мой бог, ну ладно, мы к этому вернемся. Диана, я, Диана Мид, как я и обещал, покажу вам, что это за новый персонаж, ну не новый, конечно, она уже нифига не новая, но тем не менее. Кенен Топ, Волибир Джангл и Корки у нас Эдикерри с Игнайтом. В то время, в той команде на Миде Мазахар, Гарен Топ, Эзриэл Эдикерри, Нами Саппорт с Хиллом зачем-то и Удир Джангл. Меня их команда, если честно, немножко пугает, потому что у них, я считаю, очень хорошие комбо получаются. У них есть много кратконтрола и всего-всего-всего, но не будем, так сказать, делать преждевременных выводов. Давайте сейчас быстренько посмотрим на способности Дианы, что она может делать. Итак, ее пассивка, это она получает 20% увеличения скорости атаки, каждая третья атака при этом делает дополнительный урон. По-моему, это даже АОЕ урон. Да, правильно, Clives Nearby Enemies, то есть бьет по нескольким сразу. Ее Q очень интересная вещь, это вот такая арка, которую вы можете запускать, то есть вот этот вот след, который идет к кругу, это все дамажащая часть, то есть вы можете ее контролировать, но она всегда будет идти, то есть как бы по вот такой дуге. Вы не можете повернуть ее, чтобы она начиналась влево, то есть она всегда будет начинаться справа. Это, конечно, такой небольшой минус. И еще один момент, если вы попадаете по противнику, то на нем вешается метка, так сказать, Moonlight, так-то назовем. Сейчас вернемся к ней, что он дает. Ее W, Pale Cascade, очень интересная вещь, это одновременно щит, который активирует, ну, щит, который активирует щит, логично. При этом появляются три сферы, каждая сфера наносит дополнительный урон при мели-атаке. Очень полезная вещь для харассивания противника после того, как вы оказались в мели-зоне. Третья вещь, тоже третья способность, это Moonfall. Очень интересная вещь, это, в общем-то, идеальная вещь для ганков. Она просто притягивает к себе противников и замедляет их на 35%. И последнее, это Lunar Rush. Lunar Rush, это ее ульт, работает по принципу такому же, как и ульт Акали. С той разницей, что наносит урон, кулдаун у него всего лишь 24 секунды, но при этом, если вы Lunar Rush на противника, у которого есть Moonlight, то кулдаун сразу же сбивается. То есть, как бы, сразу же, то есть, вы, грубо говоря, можете моментально чаржить два раза. Конечно, у Акали вообще три, но, тем не менее, вот так это все работает. Пока что я чувствую, Малзахар будет меня достаточно сильно харасить, потому что пока что у него очень длинный рейндж, и я ничего не могу сделать, как вы видите. Так вот он у меня и будет, я думаю, сейчас попадать. Хотя, если я буду по нему попадать вот так, то что-то мы сделать сможем. Второй обилкой сразу же мы берем W, просто для того, чтобы хоть как-то выдерживать его харасение. Ну да, пока что, конечно, он мне будет достаточно большой урон наносить. Еще что мне нравится у Дианы, каждая ее обилка стоит, ну, достаточно мало. То есть, все в пределах 100 маны, и при этом, ну, не знаю, я считаю, что вполне... Вполне сбалансировано. Берем второй Крис Сен Страйк, вот так как называется, я даже что-то не обратил внимания. Тем временем, с СС-ми у меня пока что, конечно, большие-большие проблемы. Все потому, что боюсь подходить к Малдзахару. Не просто тороплюсь. Печаль. Ну ничего, скоро все изменится, я надеюсь. Недавно видел очень забавное видео, Малдзахар топ AD. Можете себе такое представить? Самое забавное, его вот эти питомцы, им передается его AD от атака. Таким образом, эти питомцы просто бьют, как не знаю кто. И я видел, как они забили, как его, как его, как его, Владимира. То есть, единственное, что его спасло, это то, что он в своем пуле убежал. Да что ж такое? Кошмар. Шесть крипов против... Сколько у Малдзахару? 22, да? С ума сойти. Пора играть агрессивно. Конечно, не помешало бы, по-моему, еще этого Улибира. Похоже, что он меня услышал. Окей. И приходит Удир. О май бог. Так. Убиваем Азахара. Но, к сожалению, Удир убивает... Улибира. Неудачно, конечно, получилось, что и Удир, и Улибир пришли на мид. Ну, ничего. В принципе, покатят. Печаль, конечно, в том, что на Малдзахаре пришлось использовать аж два Игнайта. Один использовал Улибир, второй использовал я. Но, с другой стороны, Малдзахар использовал флэш. Поэтому тоже покатят. Но и я использовал флэш. Так что, в долгосрочной перспективе мы, я думаю, немножко проиграли данное сражение. Так, ладно. Раз такие дела, я сейчас быстренько вернусь назад и куплю два Доранж Блейда. А там видно будет. То есть, мне что нравится у Дианы, ее можно очень беспроблематично прокачивать, как такого танка у АП МИДа. То есть, то же самое, как у Владимира. Огромное количество ХП, плюс еще и щит. Отличные возможности для Хараса. При этом, сейчас у меня будет шестой левел, и Малдзахар, я чувствую, немножко возненавидит Диану. Ну, посмотрим, как пойдет. Может быть, он тоже сейчас что-нибудь очень крутое и неожиданное выкинет. Сейчас посмотрим. Главное попадать Мунлайтом. Примерно вот так. Вот, а дальше мы просто его долбим, долбим, долбим. Как видите, он уже у меня откатился. И опять. Попадаем по нему и можем его харасить. Так. Ну, что-нибудь у нас получится сделать. Да. Вот это Диана во всей красе. То есть, как только есть шестой левел, она, я считаю, гораздо более опасна, чем Акали в этом плане. Но, сами понимаете. Где-то здесь входит удир. Вон он уже на миг пришел. Следующая вещь, которую я буду покупать, мы, я думаю, купим ботиночки. Самые обычные маговские. Ничего особенного. Выпендриваться не будем. Может, конечно, было бы купить Меркьюри Стретс. Но, что-то у меня желания нет. Купим Сорсереж Бутс. Корки убивает нами. И, в общем-то, счет пока что 3-1. Неплохо, неплохо. Возвращаемся назад. Потому что пришел Молзагар. Он сейчас будет все равно пушить. А мы, тем временем, успеем сбегать за ботиночками. Что он себе купил? Он себе купил Блэссинг Вэнд. Одно колечко. И вордов. Кстати, говоря про ворды, нам тоже забывать не стоит. Корки, говоришь, что, по-моему, нами было АФК. Фидлстик с ним не согласен. Но, тем не менее. Сигнали о том, что Молзагар пропал с радаров. А, нет, уже вернулся. Уже вернулся. Не попал. Волюбирь, похоже, что предлагает мне забрать О, блин, КС. Сейчас попробую ничего не сделать с Молзагаром. Да, у нас тут... Ой, блин. Даблкил. Синего бафа нету. Ну, ладно. На всякий случай заводим тут. А, стоп. У меня же есть синий баф. Откуда у меня синий баф? Бафа тудира, что ли? Посмотрел этот момент. Давай, сейчас замечательно просто. Те время у меня уже 4 кила. Следующая вещь. Я думаю, мы будем покупать масочку. Масочка. Это так, а так. Кудир пришел. Чуть позже вам покажу ее. Сейчас вот чуть-чуть его похарасим. А, и приходит Молзагар. Маску я имел в виду вот эту. Потому что за Диан лучше всего, я считаю, приобретать вещи, которые прибавляют ХП и АП. И тогда все будет очень здорово у вас. У меня такое ощущение, что Удир меня сейчас караулит вот в этих кустах. Ну, не знаю. Дадим, я думаю, просто покушать чуть-чуть Молзагару. Таким образом защитимся от возможного ганка со стороны Удира. Да, похоже, что Удир действительно меня там поджидал. Но... Да, она и все-таки была АФК. Корфи правильно сказал. Похоже, что Молзагар думает, что я смогу сделать, так сказать, свою атаку только... После того, как попаду своим... Ой, елки-палки. Ой, елки-палки. Пришел Удир. Пришел Удир и я, кажется, умираю. Да. Я мертв, но ничего. Первый мой шатдаун. Конечно, глупо было с моей стороны так прямо упендриваться. Волибир вынуждает Удира использовать флэш. Пытается за ними нырнуть. Эта идея крайне плохая, если он сейчас все-таки ее совершит. Но он начинает ходить уже назад. Быстренько покупаем... Искать нужные нам вещи. Похоже, что у Улибир все так же продолжает что-то творить, что-то глупое. Срабатывает его пассивка. Пассивка у Улибира очень такая читерная. Начинается очень сильный отхил. Что-то очень сильно похожее на ульты Доктора Мунда. Но, конечно, не так сильно, как у Доктора Мунда. Так, а тем временем мы бежим как можно быстрее на мид. Потому что наш отдаун. У кого еще есть киллы? Только один у Корки. Это не есть хорошо. Потому что если меня научатся фокусить, то, так сказать, ничем-то хорошим не закончится. Потому что вся остальная моя команда пока что немножко бесполезна. Но посмотрим, как пойдут дела. Похоже, что Музахар убежал под башню. Тогда сигналим об этом. И пойдем попушим башенку, да? Приходит Музахар. Попадаю по нему своим Q в очередной раз. Давайте посмотрим, что мы сейчас сможем выкинуть. Приходит у Дир. Хм-хм-хм-хм-хм. Приходит у Дир. Музахар у нас танцует. Музахар у нас танцует. Не будем на него кидаться. Не хочу, чтобы у меня мой ульт был на кулдауне. Тем временем... Как я его обогнал уже? Нет, не обогнал. У него 80 крипов, у меня 64. Зачем-то Вуллибир себе забрал синий баб. Не знаю, зачем. А, понятно. Его клишня, когти сработали. Есть шанс поймать Молзахара. И мы мстим Молзахару. За наш килл. И может быть сейчас получится поймать Дира. Похоже, что у них тут забордено. Попробуем зайти сюда. Может быть здесь сейчас встретим Эзриэла. Да, вот он. Невряд ли они, конечно, будут нырять. Ммм... Заставляя... Фиддлстик со своим ультом заставил флешнуса Эзриэла, но ему самому пришлось флешнуса, чтобы попытаться поймать... Какого, 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 какого? Ой, блин, ой, блин, ой, блин, ой, блин. Это было крайне глупо. Это было глупо. Ну, ничего. Ничего критичного. Пока что, во всяком случае. Так, ладно. Купим вордов. Следующую вещь, я думаю, мы будем покупать... Обисел Септер. Чугу и нет. Хотя, даже не знаю. Либо Обисел Септер, либо можно покупать вот эту вот вещь. Ралис Кристал Септер. Тоже очень хорошая вещь для нас. Ну, посмотрим. Не будем торопиться. Опять какие-то проблемы у нами. Какого он вообще левела? Пятого. Ну, понятно. Афкшщий игрок регулярный. Ну, или не Афкшщий, а у которого проблемы с интернетом. Вот, что тем временем забирают бракона. Возможно, сейчас супер. Умер Фиддл Стикс. Главное, успевать активировать щит. Тогда все будет нормально. Конечно, Захар с регулярным синим бафом это не самый лучший расклад для меня. Поэтому, возможно, стоит забрать наш синий баф. надо будет использовать наш ульт. Отлично. И можно отправляться обратно на мид. Теперь у нас будут относительно равносильные силы. равносильные силы, так еще бывает. Равные силы, господи. Еще и несу. Понятно. Приходит нами. И приходит Гарен. Все решили прийти на мид. Ну, окей, окей. Посмотрим, что из этого у нас сейчас получится. Так. Опять повесил на меня свою фигню. Ну. Отлично. Так. Убили, мол, Захара. Счет 7-4 пока что. И начинаем пушить мид. О, вау. Глядает ульт от Эзрела. Майок Хью достаточно неплохо долбит у Дира. Зачем-то филостей скинул на него экзост под башней. Неужели он думал, что ты сейчас будет нырять? Всяком случае, я этого делать точно не буду. Странно, почему это мне только что... Хм, ладно, не суть. Не суть! Так, ну ладно. Ой, блин, все пришли опять на мид. Надо бы немножко отойти. Чуть-чуть. Потому что ульт, мол, Захара штука опасная. Ну что это такое? Фиддл Стикс, господи. О, да. И сейчас он просто возьмет и умрет. Круто, круто. Обалденно. Фиддл Стикс, я считаю, только что очень сильно нас всех подставил, прямо скажем. Так. Ладно. Тогда что же мы можем поделать? Ну, я думаю, что все-таки объемы неплохо, нам нужна живучесть. Следующая вещь мы, как я и говорил, соберем Райлопс Кристал Септер. И что еще? Хотя, стоп-стоп-стоп. Что-то я рванул, вот это еще купим. Не помешает. Ладно. Спорить тут смысла никакого не имеет. Счет пока что 7-6, если вы, конечно, не наша общая глупая выходка. Мы бы, наверное, как-то у нас получше сейчас было бы, примерно 7-5. Но, тем не менее. Что случилось? Что случилось? Пойду-ка я проверю их синий баф. Ну, конечно, я глупую вещь делаю, что я делаю это прямо перед носом нами, которая может видеть, что я пошел голод из синего бафа. Ну, посмотрим, как дела пойдут дальше. Неплохо получается харассить у дир. У дир явно не успевает включать стойку черепахи, чтобы защищаться. Это что за валькирия была внезапная? Не знаю вообще, что это было. Вынуждаю. А, блин. Краву у меня кину, но не суть. В принципе, вместе выдолбили. Нельзя это называть кражей. Так. Заставили также издело использовать барьер, если я не ошибаюсь. В принципе, ну, счет 8-6. Теперь. Неплохо-неплохо. Что творится на топе? Похоже, что пытаются убить Кена. Но Кена все равно, кстати говоря, может убить до сих пор у Дира. И у нее это сделать получается. Получится ли у нас спасти теперь Кена? Нет. Получится ли у нас убить Гарена? Возможно. Да, похоже, что у нас это сделать получится. Супер. А тем временем убивает Фиддл Стик Само Захар и Эзриэл. Так, хватает ли у меня денег на Райлис? Да, хватает. Как раз только что хватило. Отлично, отлично. Купим его. У нас ХП становится 2600. Интересно, сколько ХП у... Да, у меня больше ХП, чем у Волибира. Нормальный ход. Понятно, Корки решил забрать синеба в себе. Ну, конечно, я понимаю, что он кастер иди, но мне он как-то все-таки сейчас понужнее будет. Ладно, не суть. Похоже, что Удир собирается забирать дракона. Опаньки. Но тут продолжать на самом деле опасно, хотя бы потому, что да, потому что придет Гарен, придут все, кому не лень. Нами использует свой ульт. Достаточно впустую, мне кажется. Я, в общем-то, почти что невредимым ухожу от этой стычки. И кто-то только что завордил, а это был Удир, понятненько, понятненько. Тем временем, Волибира, да что же он делает-то? Посмотрим, получится ли у меня что-нибудь сделать. Может быть и да, но, блин, нет. Мы отсюда сматываемся, срочно или нет. Так, ладно. Все, на этом, я думаю, можно закончить, помогать моей команде и просто делать так, как делать лучше самому. отлавливать их по одному, потому что, если мы так будем продолжать, то мы просто проиграем. Даже писать ничего не хочу никому, не суть. Так, купим вортиков побольше, раз на стаганку отвезти, ворды наши, все. Тем временем, помешали забрать дракона аудиру, но я чувствую, он так просто не сдастся. Без проблем сейчас может прийти и просто смайтнуть. Чедл Стикс кидает экзост, удир все-таки умирает, и дракона похоже, что мы тоже забираем. Неплохо, неплохо. Счет становится 11-11, умирает у нас опять Кенон, что-то не успел обратить на это внимание. Гарен, что ли, я опять убил. Ну ладно. И сейчас пойдем пушить, я думаю, мид. На, волюбир опять, как всегда. Так, а вот теперь это уже чисто моя глупость. Что я делаю, я не знаю. Как водится просто убегать, потому что делать больше нечего. глупо. Очень и очень глупо. Что-то как-то резко все дела идут наперекосяк. Прямо скажем, Кенон, скорее всего, сейчас убьет Молзахара, но Молзахара отхилила в последнюю секунду нами. Кенон все-таки его убивает, но из-за того, что ее застанило нами, она тоже умирает. Так. Следующая вещь, которую мы себе будем покупать, я думаю, ну теперь уже обесил Септер купим, потому что ХП у нас хватает, а вот защищаться от Молзахара надо как-то, и для этого нужен Мэджик Резист. Можно также купить сейчас Оракл, не знаю, зачем он нам нужен. Я вообще не обращал внимания на то, войдет ли Диана, ой, Диана, что-то какая, Диана нами. Заводим, пожалуй, тут. И, наверное, где-то вот тут. То есть сейчас сегодня заводим на всякий пожарный. Окей. Пойду-ка я попушу линию, пока могу. Приходит Молзахар опять. Дидир меня сейчас без проблем догонит. Но не стал, так сказать, рисковать явно. Ангаром сидит. Ухм. Окей, окей. Так, тем временем, похоже, что все рванули на топ. Пойдем тоже помогать. Рискнем, выстрелим наугад. Похоже, что Молзахар сидит где-то тут. Ох ты ж, блин. Понятненько. Фиддлстикс у нас что-то на Миди до сих пор делает непонятно что. Зачем мы, конечно, фокусим Гарна, мне не совсем понятно. С другой стороны, это только я явно его фокусю. Потому что теперь мне срочно надо убежать каким-нибудь непонятным для меня образом. Попробуем кинуть Игнайт. Попробуем кинуть все, что можем. Я до сих пор еще жив. С ума сойти. Или нет. Получаю ассист. Даже, по-моему, не один. При смерти Гарен, при смерти Молзахар. Умирает Гарен. Я получаю еще один ассист. Теперь Вулибир танкует башню, заставляет флешнуться Молзахара и съедает его. Супер. Супер. У меня теперь есть деньги на Негатрон с Клоук. Защита от Молзахара в общем-то единственная. Ну, хотя, по-моему, нет. Нет, 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 нет. Да, Magic Resist только от Негатрон Клоука у меня есть. Фиддл Стикс как-то явно не особо участвует в тимфайтах. Либо я, конечно, просто не вижу, либо все так, как я и говорю. Не знаю, что у него вообще за билд, что он собирает, мне даже интересно. Руби Сайдс то он есть. Филосфер Стоун есть. Что еще для саппорта надо? Шутка. Так, ладно. Вдвоем Эзрила и нами я бы вынести в теории мог бы. Делаем, я думаю, все это вот так. Заставляем флеш над санами. Кстати говоря, до сих пор еще жива эта башня. До сих пор не могу этого понять, как так вообще. Так, то, что мы тут воюем без воли бира, это я считаю крайне глупая затея. Без корки тем более. Поэтому пока что нам более целесообразно будет регулярно отступать. приходит корки. Такого любира все так же нету, господи. Он решает, что важнее не дать башню разрушить. явно прилетает ульт от нами. Пытаюсь спасти корки. У меня это как бы получается, если корки конечно не будет возвращаться назад. Фиддлстикс и Кенн теперь воюют вдвоем. Гея гениальная. Фиддлстикс ультуется на них на всех. Я сейчас попробую скорнуть что-нибудь. глупая идея конечно. Очень глупая с моей стороны. Что-то я вообще запутался в своем управлении. Пожалуйста так не повторяйте никогда за мной. Ладно. Надо поменьше болтать, побольше сосредоточиться на геймплее. Но как ни странно, каждый раз когда я умираю, в результате у той команды начинаются большие проблемы. Наконец-то сносит первую башню. Волибир пытается зачем-то убить нами. Хотя нет, не зачем-то он все-таки получается это сделать. Я просто думал, что он сейчас подкинет ее, перекинет под башню. Ну а что дальше? Но нет, урона у него явно хватает. Более того, хватает даже на Гарена. У него активируется пассивка, и он разумеется без проблем с пассивкой убивает Гарена в том числе. Очень даже неплохо. Неплохая игра с стороны Волибира. По киллам больше киллов у меня и у Корки. Волибира вообще все нипочем. Кажется, его сейчас убьют, потому что он танчит башню. Ну да, Дирьо просто застанил. Корки при смерти и сейчас умрет Кенон. Кенон умирает тоже. У Мозахара 7 киллов 8 смерти. Только крипов чуть ли не в два раза больше, чем у меня, потому что он, в отличие от меня, фармить умеет. А тем временем в целом уже какой, 17 левел у нас максимальный. Так, Мозахар не один, Мозахар сейчас сезрелом, а раз он сезрелом, то так, сейчас попробуем поймать нами. Я думаю, нами мертва. Ну, дотикает ли? Отлично, дотикало. дотикал мой игнайт. Так, а теперь у меня есть деньги на бисио септа. Быстренько вернемся, купим его, пока можем, потому что потом, я чувствую, будет не до этого. Счет тем временем 24.19, лидируем на 5 киллов, время в игре 33 минуты, тоже неплохо. фарм мой оставляет желать лучшего. Второй с конца иду за саппортом нашим. Но зато по киллам все неплохо. по по смертям тоже обалденно в кавычках. Сажу-ка я попробую забрать их синий баф, мало ли, может быть он жив. Нет. саппорта не почему кен рискует хотя может быть и стоит. кудиры там уже явно давно нету, потому что он не глупый, но в этом плане если конечно мне не нравится у этой арки у этого крисен страйк она очень медленная то есть на самом максимальном рейнже от нее элементарно уже отбежит. Зато в teamfighter то что она бьет ауе а не целевым это конечно очень здорово. Айяяй поймала меня нами своим станом нами кидает свой ульт подкидывает всех кого может кроме меня фиддлстикса потому что фиддлстикса тут нету а я отбежал. Ну и в общем-то нам нужно ох ёлопалая ёлопалая только хотел сказать что нужно ждать когда чаржнет воли бир вместо этого чаржнула как ее чаржнула кенан я каким-то чудом остаюсь жив умирает кажется воли бир теперь возможно умрет лугир нет не умрет потому что он флешнулся и мы продолжаем пушить и пытаемся снести им теперь инхибитор получится ли у нас это сделать нет не получится потому что фидлостикс флашится к ним точнее инхибитор у нас сделать получится а теперь игроки которые любят жить в этой игре спокойненько убегают пока те кто не любят жить флашатся под две башни и троих игроков той команды вот такая вот веселенькая игра что мы можем купить еще я чувствую что следующее что нам нужно будет покупать это будет Зенония Саурглэс потому что нам нужна защита меня явно начинают фокусить в боях и поэтому она нам понадобится я предлагаю продать второе кольцо а тем временем та команда начинает забирать барона это очень плохо если мы им не помешаем то ничего хорошего из этого не выйдет приходит корти посмотрим сможет ли он что-то сделать сейчас приду я но как бы я чувствую я не успею приходит кенон начинает всех встанить отлично прихожу я убиваю нами игнайте у Малзахара Малзахар куда-то девается я что-то даже не понял куда он смылся в живых у нас прям полностью живуч только Гарен который меня преследует я долблю Малзахара так же получается наконец-то убить его и умирает воля и и теперь умирает у нас Фидлстикс я ему помогать не собираюсь как бы не самоубийца отличать него но тем не менее то есть грубо говоря скольких получается двоих мы лишили барона при этом уничтожен у них инхибитор сейчас у них будет уничтожена еще одна башня чувствую Гарен сейчас ничего сделать не сможет посмотрим так и что бы мы могли купить я чувствую мы сейчас купим апгрейд вот этот просто потому что быстрее бегать а дальше мы будем покупать как я и сказал Зенония Сайрглэс нужно аж 2000 на него надо бы кого-нибудь шатдаунуть мы посмотрим как это будет работать все таки башня осталась жива Гарен все таки что-то сделал так а я попробую сходить и опять проверить их синий баф все вроде как защищают базу вряд ли мне кто-то сейчас помешает но хотя все возможно в этой игре нет синий баф все так же не работает точнее не ресается либо ресается но его очень быстро забирают нами остается одна попробую сейчас ее гонкануть если она так сказать так и будет тусить получается флешнуться через ее ульт очень клевая игра с моей стороны я считаю и приходит мол Захар спасает ее приходит теперь Гарен вряд ли он что-то сможет сделать а вот со всеми остальными точно сможет елки-палки пожалуй я сейчас попробую убежать к Кенену и всем остальным и меня шатдаунят это очень плохо мол Захар использует Зенония Сэрглаз в кустах это кейтрус Филустик своей вороной оскоком точнее вороной все таки добивает мол Захара тем временем Корти убивает Удира счет 29-28 умирает Филустикс опять так же как и я а тем временем Удира Волибир у нас забирает синий баф круто круто Корти наконец-то все таки убегает от Гарена с горем пополам Гарен у нас толще Гарен или Волибир Гарен потолще будет Тем временем наши миньоны все так же продолжают пушить башни в чем одна ключевая особенность башен от инхибиторов инхибитор отхиливается башни нет поэтому если хоть какой-то урон башни нанесен то он нанесен навсегда таким образом об этом всегда стоит помнить в общем-то единственное что мы делаем неправильно это у нас никак не получается сделать нормальный тимфайт 5 на 5 то у нас Волибир где-нибудь гуляет и всякие синие бафы собирает то у нас Фидлстикс берет и ультуется один на пятерых после этого благополучно умирает похоже что похоже что Волибир у нас я не знаю либо он уже решил просто у него задача забрать абсолютно все бафы синие которые так возможно либо ну и конечно понимаешь что он какая мысль у него была что нужно обязательно забрать у них синий баф чтобы они не взяли его себе но я был в 3 секундах ходьбы от синего бафа и нет он мне его решил не отдавать все равно тем временем похоже что они сейчас увидели что синего бафа у них больше нету я наконец-то апаю 18 левел и сейчас посмотрим выкинет ли что-нибудь Кенон нет Кенон попыталась но ничего так сказать не сделала я тем временем сейчас попробую зафокусить Эзрила сейчас попробую еще раз на него кинуться теперь мы кидаем на него нашу арку и ну дальше проблема вся в том что фиг что мы сейчас сделаем ему на ну ладно тогда снесем опять инхибитор чубы чубы меня к сожалению я засалисен ничего сделать не могу о просто испепеляют нами теперь гаран у нас благополучно ну нет еще не умирает но так при смерти и теперь мы можем благополучно снести им башню еще одну сейчас попробуем так же ой-ой-ой меня пытаются зафокусить кенан флешится на Эзрила и станет его а я лучше вместо того чтобы воевать я вау мы все-таки шатдаун олигарана я постараюсь снести Nexus потому что осталось совсем немножко и наконец-то мы побеждаем вот такая вот игра за Диану я считаю я показал много того что за нее стоит делать и много того что за нее не стоит делать поэтому надеюсь это видео в будущем будет вам полезно всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр если вам понравилось мое видео подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать новые а также лайкайте и комментируйте если у вас есть такое желание еще раз спасибо за просмотр с вами был Рик до скорого